В эфире седьмого канала новости в студии. Для вас работает Александра Дементьева. Здравствуйте. 35 человек погибли, 134 пострадали во время обстрела Яборовского полигона под Ольбовом, где находится Международный центр миротворчества и безопасности. Также в результате ночного авиаудара российских военных пострадала Свято-Успенская Светогорская Лавра в Донецкой области. Бомба упала в 50 метрах от входа в Свято-Успенскую и Святогорскую Лавру. Взрывная волна вышибла почти все окна и повредила церковное сооружение. В Лавре находятся 520 беженцев, в том числе 200 детей, несколько человек ранены. Никаких воинских соединений на территории города Свято-Успенской и Свято-Успенской Лавры не было. То есть удар был нанесен по мирному городу и по одной из трех святынь Украины, Свято-Успенской и Свято-Успенской Лавры. Окупанты обстреливали не только Лавру. В Чернигове в результате утреннего авиаудара со второго по девятый этаж разрушен жилой дом. По предварительной информации, один человек погиб и один травмирован. Еще семерых спасли. Аэропорт в Ивано-Франковске снова обстреляли. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинків. На жаль, видим, что по нашему місту второй раз идет удар. Прохание еще раз скажу до всех жителей Ивано-Франковска. Не поширюйте відео выборов, не снимайте с веков. Не нужно сейчас давать врагу определенные возможности. Под обстрел попал Яворовский полигон во Львове, где находится Международный центр миротворчества и безопасности. По предварительным данным, враг выпустил около 30 крылатых ракет. 35 человек погибло, 134 пострадали. Еще под обстрел попала баштанка Николаевской области. Пострадал один человек. В результате обстрела Николаева погибли 9 человек. Утром разбомбили сейчас залю, похоже, самолетами, там по материальным воротам. Сейчас выясняем обстоятельства. Вражеские ракеты попали в установку комплексной подготовки газа вблизи Глазуновки Харьковской области. Пожар распространился на площадь почти в 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В Верпене российские военные расстреляли 51-летнего корреспондента из США. Еще одного журналиста ранили. Его уже вывезли из зоны боевых действий в Ахмадет, где сейчас оказывают медицинскую помощь. Мы пересекали первый мост Верпене. Мы хотели снять, как беженцы выезжают. Люди предложили нас подвезти к другому мосту. Мы пересекли блокпост, и они начали в нас стрелять. Водитель развернулся, и они продолжили стрелять. Моему другу Бруно выстрелили сзади. Я видел, что ему попали в шею. Я не знаю, что с ним. Мы разделились, меня забрала скорая. Кирсонский облсовет провел срочное заседание и высказался против создания Народной Республики на территории региона. Как бы именно такие планы вынашивают оккупанты. Хочу сказать деяким деяческам, которым не хватало гидливости от разговора с оккупантами. Хочу сказать, если кто-то из них раптом спокосился на пропозиции от этих оккупантов, вы подписываете себе вирок. Вирок. Пойти слідом за больше, чем 12 тысячами оккупантов, которые не смогли понять вчасно, почему на Украину не варто посягать. Ведулося экстренное заседание Херсонской области. 44 депутаты ухвалили решение, что Херсонщина – это Украина. И с жодным псевдореспубликом там не место. Украина выстоит, о чем вы пробовали. Президент Украины отметил наградами 106 украинских военных, 17 из них посмертно. В частности, звание Героя Украины впервые после гибели присвоили женщине. Я подписал два важных указа про отзначение государственными наградами Украины. 106 військовослужбовцев Збройных сил Украины и указ про присвоение звания Героя Украины с удостоянием Ордена Золота Зірка, сержанту Дерусовій Іні Миколаевні. Посмертно. С 24 лютого старший бойовый медик виконувала завдання у місті Охтырка Сумської області. Врятувала більше 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим військам. Нефть из Ливії сможет заменить российскую для стран ЄС примерно через 5-7 лет. Об этом заявил ливийский министр нефти и газа Мухаммед Аун. Экономисты говорят, все из-за гражданской войны, которая продолжается в Ливии. При этом одна из сторон активно поддерживается Россией. То есть есть там сторона, которую поддерживает Турция и, в принципе, Европейский Союз. Есть вторая сторона, не помню фамилию там генерала, маршала какого-то, да, который летал в Россию. И, кстати, вот мерные переговоры по Ливии, они проходили в том числе и в России. Поэтому я уверен, что в ближайшее время вряд ли конфликт нормализируется в Ливии. Вряд ли страна сможет существенно нарастить добычу нефти и ее экспорт. Напомню, до введения санкций РФ экспортировала в Европу около 3 миллионов баррелей нефти ежедневно. И по объемам этого энергоресурса уступала только Саудовской Аравии. Эксперты прогнозируют, поставки нефти из РФ в страны ЕС в ближайшее время сократятся, но полностью не прекратятся. В ближайший год, даже два, ситуация существенным образом не поменяется. К сожалению, доходы России от экспорта нефти и газа, они не станут меньше, тем более, что есть Китай. Китай является самым крупным потребителем нефти в мире. Эксперты отмечают, европейцы и дальше будут искать альтернативных поставщиков нефти и газа. С сегодняшнего дня комендантский час в Одесской области начинается в 20.00. В связи с этим работа общественного электрического транспорта продлена до 18.00. Напомню, комендантский час действует до 6 часов утра, в это время запрещается находиться на улице и в общественных местах без специально выданных удостоверений. Шефы против войны. С таким лозунгом лучшие мастера кулинарного искусства готовят в Одессе для украинских военных, правоохранителей и нуждающихся. Как выглядит кухня финалистов проекта «Мастер-шеф» и что готовит капитан национальной сборной, который соревновался на Олимпийских играх по кулинарии. Смотрите в сюжете Надежды Бондаренко. Этот искусный повар Илья Васютинский. Ему всего 16, но у парня уже 6-летний опыт работы на кухне. Многим украинцам и иностранцам он известен как финалист телевизионного проекта «Мастер-шеф дети», а еще как председатель Ассоциации юных поваров Украины и капитан национальной сборной среди юниоров на Олимпийских играх по кулинарии. Кстати, в 2020 году наша страна впервые присоединилась к этим соревнованиям и заняла четвертое место как раз под руководством Ильи. Сейчас парень вместе с коллегами и своей мамой готовит обеды для украинских военных, правоохранителей, а еще для медучреждений пожилых людей. Есть глава ассоциации Виктор Титов, он глава ассоциации юга поваров Украины. И он вот создал такой как лозунг «Шефы протовейны». И он мне дал номер Игоря и сказал, вот Игорь, созвони с ним, вот если ему надо, приедешь, поможешь. Созвонился с Игорем, вот нас как раз три человека, мы приехали, вот так начали здесь все работать. Очень наша дружная, сплоченная команда, мы каждый день готовим порядка там, вот начинали мы с 600 порций и дошло, вот у нас было максимально 2500 порций, мы выдавали вот за весь день. Максим, мне нужно 200 порций, Соня, Соня, еще 20, хорошо? Спасибо. А это Игорь Пукасенко, на этой кухне он шеф. До войны в этом помещении он создавал для одесситов вкусные и полезные меню на каждый день. В профессиональном сообществе его имя хорошо известно, ведь мужчина много лет работал шеф-поваром и бренд-шефом, а еще готовил новые блюда совместно с мишленовским шеф-поваром из Франции. С 24 февраля 2022 года все свои силы и кулинарные таланты Игорь посвящает блюдам для соотечественников, защищающих нашу страну. У нас есть ассоциация шеф-поваров Одессы, я один из его представителей. Вот, собственно, мы сгруппировались и каждый на своем цеху, в своем ресторане делает свою задачу. На данный момент мы готовим от 2000 людей и больше, кормим терраборону, сбройные силы Украины, военный госпиталь, очень много докторов и медсестр и пожилых людей. А это автор лозунга «Шефы против войны» Виктор Титов. Именно благодаря его стараниям талантливые повара Одессы объединились ради доброго дела. Но на самом деле, по признанию мужчины, все началось с одной фразы знакомого, который в первые дни войны ушел в терраборону. Началось все весьма просто. Позвонил один из наших шеф-поваров, который пошел работать в терраборону. И сказал, что, ребята, у нас тут еды нету, не могли бы вы организовать нам что-то поесть. Таким образом, за первый день мы покормили около 200 человек, потом 300, 400, 500. И сейчас команда, которая работает в трех заведениях, кормит около 3000 человек ежедневно. По словам Виктора Титова, сейчас поваров, желающих помогать соотечественников, вдвое больше, чем это необходимо. Кроме того, мужчина вместе с другими волонтерами занимается и решением других важных вопросов для нормальной работы террабороны, армии и медучреждений в Украине. Елизавета Митько, Надежда Бондаренко, Евгений Руденко, Седьмой канал. И таким вы видели этот день корреспонденты Седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали свидетелями резонансных событий, звоните по телефону 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш Седьмой канал. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш Седьмой канал.